Отдельного упоминания заслуживает, так сказать, быстрый просмотр в редакторе Brackets. Ну, давайте сразу посмотрим на примере HTML файлика. Я спущусь ниже. Вот, есть картинка. Смотрите, давайте мы ее найдем здесь в коде. Так, она у нас всего одна на страницу. Вот она. То есть, она отображается у нас прямо в ссылке, и ссылка ведет прямо на эту картинку. Видите, бах, вот так вот у нас все это дело работает. Однако, смотрите, если вы не знаете, какая картинка, то есть, если у вас их много, вы можете посмотреть на ее прямо в этом редакторе. Достаточно просто навести курсор, и картинка отображается. То есть, видим, ссылка ведет на картинку, она отображается. То же самое касается и тегов EMG. То есть, мы наводим на картинку, вот где она подключается, и она сразу у нас отображается. Эта же функция работает и в файле CSS. Давайте я переключусь. Перейдите, пожалуйста, в файл main.css. И здесь, например, вот у нас background.color.e6.e9.e9. То есть, ну, возможно, что вы не знаете, что это за цвет, а вам надо знать. И вы вот просто наводите, видите, вот такой серенький цвет. Отображаются также и градиенты. Видите, то есть, спокойно все показывает. Что здесь еще? Ну, вот прозрачный такой фон, вот наш красный цвет, вот наш синий цвет у ссылочек, он тут внизу, видим, да? То есть, вот таким образом вы можете быстро просмотреть, какие цвета и какие картинки используются у вас в документе. Еще один момент. Если вам по какой-то причине эта функция мешает, то есть, возможно, вы там какой-то плагин подключили ее заменяющий, она легко отрубается. Идете в пункт вид и здесь убираете быстрый просмотр при наведении. То есть, щелк и все. Он у нас уже не работает, видите, да? Вот таким образом работает эта простая и в то же время полезная функция. Ну, я назад себе верну быстрый просмотр, пока он мне нужен. А мы переходим к следующему занятию. Продолжение следует...